Одно из очень важных для дальнейшего доказательств квадратического закона взаимности получается, если использовать так называемые гауссовые суммы. Потом мы просто нарисуем эти векторы на комплексной плоскости, увидим, что это просто красивые геометические картинки. А сейчас я хочу рассказать доказательства, когда мы будем рассматривать не векторы на комплексной плоскости, а остатки от деления. Сначала немножко философствуем. Вот представьте себе, что у нас есть два простых числа. Разные простые, нечетные числа. Мы хотим узнать соотношение между символом П по Ку и символом Ку на Ку. Ну, смотрите. Можно рассматривать остатки от деления на П. Это понятный объект. Кольцо вычетов, оно же поле по модулю П. Но, если мы попытаемся здесь смотреть еще и по модулю Ку, то, как дому же, это полное безобразие. Потому что, если мы разрешаем себе, скажем, П равную в трем, К равную в пяти, сдвигаться на тройку куда хочешь, и сдвигаться налево-направо сколько хочешь раз на тройку, и то же самое на пятерку, то на самом деле просто все числа превращаются в одно, и вообще ничего не видно. Поэтому мы, конечно, будем смотреть по модулю В, но нам нужно, чтобы что-то изменялось по модулю Ку. Легко. Давайте введем букву новую и потребуем, чтобы эта самая буква, возведенная в степень Ку, равнялась единице. А в меньших степенях, чтобы она, единица, не равнялась. Конечно, интересный вопрос, а почему такое вообще можно сделать? Это называется расширение поля при помощи присоединения кормя многочленов. Значит, для того, чтобы разобраться с доказательством, которое я сейчас рассматриваю, опять же, когда я буду говорить о комплексных числах, там никаких проблем нет, потому что там есть просто вектор, и никто не сомневается в его существовании. А сейчас-то будет вычисление простое, все будет замечательно, но вот вопрос, почему такой символ существует, будет непонятно. Давайте запомним. Просто такой вопрос. Почему можно вообще такую букву рассматривать? Я потом подробно объясню. А пока представим себе, что вот такое число есть. Значит, дзита в кутой степени это единица, и при этом дзита не единица. И вот дальше замечательная идея. мы можем рассмотреть такую сумму. Дзита в нулевой степени плюс дзита в первой, в четвертой, в девятой и так далее в степени Q минус 1 в квадрате. Давайте я это запишу. Сумма. К пробегает значение от нуля до Q минус 1, дзита в степени К в квадрате. Вот это и есть гауссовая сумма. Ну, потом в теории чисел есть и чуть более сложные объекты, которые тоже будут называться гауссовая сумма. Но вот сейчас и очень надолго что-то ничего кроме этого нам не нужно. Очень простая идея. В показателях пишем не числа 0,1 и так далее, Q минус 1, а пишем квадрат. Давайте проверим, что это то же самое, что сумма символов M в аквум умножить на дзита в степени M. Так, вы помните, что символ это у нас всегда либо 0, либо 1, либо минус 1, поэтому это выражение имеет смысл. Так, имеет смысл где? В расширении вот этого поля, состоящего из P элементов, при помощи добавления к нему числа C. так, давайте проверять. Ну, смотрите, вообще-то это очевидно, честная суть. Если посмотреть, то это просто очевидно. И я думаю, лучше я все-таки для маленького числа напишу, потому что так будет, скажем, если B равняется си, то соображаем, что написано слева, а что написано справа. Слева написано дзита в нулевой, в первой, в четвертой, в девятой, какой там следующий, 4 в квадрате сколько будет? 16. 16. Кстати, заметьте, это то же самое, что дзита в квадрате, это то же самое, что дзита в квадрате. Вот. 25 у нас дальше идет, и дальше пойдет 36. Но 36, это то же самое, что дзита, а 25, это то же самое, что дзита в четвертой. Так, это я написал левую часть, и смотрите, смотрите, что у нас фактически получилось. Дзита в нулевой степени, плюс 2 дзита в первой, 2 дзита в четвертой, и 2 дзита в квадрате. Согласны? Если это понятнее написано, дзита в нулевой, 2 дзита в первой, 2 дзита в квадрате, и 2 дзита в четвертой степени. Что такое 1, 2, 4? Это квадратичные вычеты по модулю 7. Ну, 0 это 0. И, очевидно же, ровно так будет в общем случае. Когда вы возьмете любое простое число, то у нас будет дзита в нулевой степени, потом мы выпишем, ку-1 пополам, слагаем, то они все разные, и потом 7 отлично пойдут, они же так же, как здесь, да, повторяются. Хорошо. Теперь выписываю правую часть. Так, дзита в нулевой степени надо умножить на 0. Поэтому можно вообще не писать. Потом пойдет дзита в первой, дзита во второй, поскольку у нас 1, 2 и 4 квадратичные вычеты, то идет с плюсом. Потом пойдет минус дзита в третий, плюс дзита в четвертый, минус дзита в пятый, минус дзита в шестой. Все. Все, все излагаемые я написал, единственное, 0 не написал. Потому что он все равно 0. Так, чем отличаются эти два выражения? Ну, очень просто. Если я к вот этому нижнему прибавлю сумму дзита в нулевой, в первой, в гадрате, в туре, в четвертой, в пятой и в шестой, то я в точности получу вот это. Верно? Потому что, дзита в шестой с минусом исчезнет, в пятой исчезнет, а в четвертой как раз станет между. Там, где квадратичные вычеты, там будут плюсики, и даст хорошо. Там, где не вычеты, там минус с плюсом исчезнет. Здесь не было дзита в нулевой степени, потому что символ 0 покоя, это 0. А здесь зато есть, и поэтому как раз все получится. Значит, если я докажу, что это 0, то все будет замечательно. А это известнейшее свойство. Я все-таки не удержусь, и объясню, как это свойство будет выглядеть, когда мы будем дело иметь с комплексной плоскости. вот если у нас есть правильный треугольник, ну, неважно сказать треугольник, правильный, то есть, раз, два, три, четыре, пять, вот, так вот, да? Я попытался рисовать треугольник, по-моему, это у меня не очень получилось, но, в общем, это что-то такое. То, сумма векторов, выходящих из начала во все вершины это просто на простановлю. Ну, на комплексной плоскости просто надо будет как раз единица, дзида, дзида в квадрате и так далее. Вот. Но сейчас никакие вектори я рисовать не могу, поэтому, давайте, я сделаю очень просто. Я беру вот это выражение, единица плюс дзида, дзида в квадрате, в круге, в четвертой, в пятой и в шестой степени, и умножаем на дзида минус один. Смотрите, что получается. Получается дзида в седьмой степени минус один. То есть, как мин. Не можем умножить. Дзида, вот когда умножаешь на дзида, то в седьмой степени сдвигаются на единицу. И потом вычитаешь. Это называется формула суммы геоптических прогрессий. Получилось? Формула суммы получилась. Да. От всего единица. Это я писал. Это тоже помню. Да. А что тогда? Почему? Ну, в том равенстве, что сверху дзида в нулевой было названо нулем, а здесь... Нет, дзида в нулевой было названо нулем не просто так, а потому что оно умножалось на символ ноль по кулу. Это я говорил. Что значит было названо? Я выписывал вот это выражение. Я выписывал его вот здесь. Здесь было дзида в нулевой настоящей единицы. А когда я здесь выписывал, надо было домножать еще на символ лежанта. Символ лежанта ноль по кулу это ноль. Когда ноль умножаешь над дзида в нулевой степени, получается ноль. Понятно, не стало? Итак, возвращаясь к нашей истории. Я написал понятную рейс? Ну, то есть дзида в нулевой это единица. Символ лежанта равен единице, если квадратичный вычет ненулевой. Нулю, если берем число, делящеееся на кул, и минус единица, если квадратичный не вычет. Это определение символ лежанта. Символ ноль по кулу это ноль. Я услышала. Ура! Отлично. Теперь, утвердили отроженство? Да. Утвердили. Значит, это действительно ноль. И значит, эти два выражения равны. Ну что? Давайте еще раз напишем сумму и Гаусса. Называем сумму символ м в у умножить на дзида в степени м, где м пробегает до все остатки. Это понятно? Подделение такое. Давайте теперь сделаем два вычисления. Одно вычисление. Возведем Ж в степень П. Другое вычисление. Возведем Ж в квадрате. Первое из них совсем простое и известное. А именно, когда мы все считаем, по-моему, П, то возводить сумму в П в степени это то же самое, что каждое слагаемое возвести в эту степень. Называется это бином-гутрон. Смотрите, когда пишешь сумму в степени в квадрате то по бином-гутрон это А в степени П плюс число сочетания из П по единице умножить на что-то число сочетания из П по два и так далее и так далее и так далее и так далее число сочетания из П по К А в степени на П минус К умножить на Б в степени К и так далее и так далее и в конце последней слагаемой в степени При этом, я уже объяснял, что все промежуточные числа сочетаний равны нулю по мудрю П. Если Ка-буж-жу-ля-ничтож. Поскольку у нас здесь начисления идут по мудрю П, то мы просто все эти слагаемые можем вообще не писать, они все равно делятся на пронисленные угли по мудрю П. Значит, надо просто каждое слагаемое развести в эту истерику. Кстати, вот это число это то ли ноль, то ли единица, то ли минус единица. И поэтому, когда его на себя умножаешь, не черное число раз, то оно вот это не изменится. Поэтому можно не писать это разметение в степени. А здесь придется написать. Здесь придется написать. Здесь мы пишем зито в степени П. Вот. А теперь замечательно простая мысль. Давайте я запишу здесь не М, а МПП. П квадрат по Ку – это единица, поэтому символ дежанта ранее изменился. А здесь будет ПМ. И по-прежнему М пробегает все остатки отделения на Ку. Повторяю, символ дежанта ранее то ли единицы, то ли минус единицы. В квадрате он ранее единицы. Поэтому ничего не изменилось. И теперь мы говорим, что ПМ, когда М пробегает все остатки, тоже по одному разу пробегает все остатки. Помните, там был рафтовор о перестановке? Когда мы умножаем на П остатки отделения на Ку, то происходит какая-то перестановка. Что такое шерпать? Это сумма. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вот. Надо умножить G на Ж. Я индекс разными буквами. Ну, это фактически у меня есть сумма М слагаемых, которую умножаем на другую сумму М слагаемых. Давайте это запишем чуть-чуть попонятнее. Смотрите, что это такое. Это будет сумма MLP, символижант в мутипиакте, поэтому можно, когда умножаешь, написать MLP, умножить на Z в степени M плюс L. Итак, M и L, независимо от друга от дружки, прибегают все остатки отделения на Q. Здесь Q в квадрате слагаемых, нас интересует их сумма. Давайте сделаем так. Отдельно посмотрим, где M равно 0, и отдельно, где M не равно 0. Вот, господа, смотрите, M равно 0, 1-м дружки. Потому что символ 0 по Q это 0. Правильно? Значит, я могу здесь, если M равно 0, то это слагаемый 0. Поэтому я могу здесь убрать вот этот вот значок. Сумма от этого не изменится, потому что я просто выбросил слагаемый равный 0. Но теперь у меня число M не 0. Так? А это значит, что я число L могу поделить на M. И вот это самое частное, по модулю B, давайте я обозначу новый буквы L сравнимо с Mx по модулю Q. На ненулевое число по модулю Q можно отделить. И мы получаем такую сумму M больше 0 меньше или равном, чем Q минус 1. Здесь вместо L я пишу Mx. M, Mx. Понятно, что я сейчас M2 это одножь, да? Потому что M не 0, да? А M2 по Q это единица. Умножить на 100 в степени M плюс Mx. G в квадрате это сумма, где M больше 0 меньше или равномерно минус 1, а X пробегает все остатки. Разумеется, мы сейчас M2 выбрасываем. И получается такая сумма. X как M, символ, Z в степени M умножить на 1 плюс X. И вот теперь смотрите. M больше 0 меньше или равномерно минус 1, X от 0 до минус 1. Давайте сделаем такую штуку. Сделаем, чтобы M равно равняться 0. Какие слагаемые я добавил? Смотрите, Z в нулевой степени здесь будет, да? Это просто-просто единица. Когда M равно 0, это единица. А здесь символ X в округе. Но мы помним, что квадратичных вычетов ровно столько, сколько квадратичных не вычетов. Значит, вообще-то я ничего не понимаю. То есть вот эта сумма и эта сумма одно и то же. Сумма символов для жанра, взятых по всем остаткам, это 0. Хорошо? И вот уже эту сумму имеет смысл рассмотреть вот таким образом. Отдельно посмотреть ту часть, когда X равняется минус 1. То есть X равняется у минус 1. И отдельно часть, когда X не равняется. То есть что я сейчас говорю? Я здесь пишу меньше, чем у минус 1. Отдельно пишу слагаемое, когда X это по минус 1. Ну, здесь тогда будет Q, Z в степени Q это единица. X это минус 1. Единица, значит, здесь будет символ минус 1 по... Хорошо. Теперь давайте... Давайте смотреть на каждую из этих сумм. Если X это некоторое постоянное число, ну, например, X равно 0, тогда это просто 0. Если X равно 1, тогда мы получаем здесь все время одно и то же число при постоянном X. А здесь сумма степеней числа Z. Но мы помним, что сумма степеней Z это 0. Правильно? Такое свойство было. И если X, любое число от 0 до Q на 2, то вот это вот на Q не делится. И таким образом, когда M пробегает полную систему вычетов по 0, то вот это произведение тоже пробегает полную систему вычетов. И значит, это будет 0. То есть вот эта сумма, хотя и страшным образом выглядит, но на самом деле при каждом постоянном X, сфиксирует X, любое число конкретное от 0 до Q минус 2, мы получаем, благодаря вот этому равенству, вот это постоянное число будет, и постоянное X, что сумма 0. Значит, я это зачеркиваю. Это просто 0. И смотрите, здесь Q слагаемых, каждая из которых это символ минус единица по Q. Значит, возведение суммы Гаусс в квадрат благополучно завершено. Мы получили замечательную простую формулу. G в квадрате это Q умножить на символ минус 1 по Q. Теперь нужно, ничего не забыв, вернуться к нашей работе. Мы доказали, что G в квадрате это минус 1 по Q умножить на Q. И G в степени P это символ лежандры по Q умножить на G. Поскольку это все происходит в поле, то можно сократить на G. Ведь здесь G не равно Q и P это разные простые числа. Соответственно, G в P минус 1 это и есть символ P по Q. Замечательно, P нечеркное число, поэтому это пишем как G в квадрате в степени P минус 1 пополам. G в квадрате берем из верхней строчки, подставляем, вспоминаем критерии Эйлера. Q в степени P минус 1 пополам это символ Q по P. И квадратичный закон взаимности доказан. Вот он, символ P по Q. Это минус 1 в известной нам степени умножить на Q по P.